Сказали на второй этаж. Как рассказала нам одна работница бюджетной сферы, имевшая интересную беседу со своим руководителем, руководство настоятельно ей предлагало пройти по адресу Ленина, 57, для того, чтобы поставить подпись за партию. Мы решили проверить эту информацию и прибыли по указанному адресу. На входе нас встретила другая девушка Екатерина Преснецова, которая рассказала, что ее только что выставили за дверь несколько парней спортивного вида. Когда я достала фото, ты сказала, что я пришла поснимать, как происходит сбор подписей. Они тут же всплошились, начали кому-то звонить и кричать о том, что им запрещают снимать. Сказали, не снимать, уберите камеру. Грубо схватали за руки и прямо насильно вытолкали. Интересовались у актера, где собираются подписи. Им выделили наше руководство помещения, что меня это не интересует. А кто ваше руководство? Это кто? Спасенов Сергей Владимирович. Наверное, на основании договора аренды, да? Не знаете, конечно. Этого не знаю. Ясно. А давно они у вас здесь уже собирают подписи? Ну, два дня точно. Никаких вывесок, флагов партии и объявлений мы не обнаружили. Три человека, стоявшие перед закрытой дверью, сообщили, что у сборщиков начался обед. Один из них, увидев, что его снимают, стал угрожать оператору. Спустя некоторое время и совершив серию звонков, назвавший себя волонтером человек, разрешил войти в помещение и снять процесс. Никто из присутствующих не ответил на наш вопрос, для каких партий ведется сбор подписей. А за какие партии вы собираете подпись? Сняли, все, идите. Ну, а кто-нибудь ответит на вопрос? Кто не ответит, все, идите. Также не было ответа на вопрос, как обеспечивается защита персональных данных. Вы сейчас здесь собираете персональные данные, где они у вас хранятся? Такая, да. Странно. Если этот процесс носит легальный характер, то почему он выглядит так загадочно? Приходящие люди кому-то звонят, постоянно консультируются, что и как им делать. Сборщики подписей и волонтеры не дают никакой информации. У вас есть бюджетная организация? Да. У вас есть бюджетная организация? Да. А если какой-нибудь не скажешь, не скажем. Во всем этом проглядывается административный ресурс, который пытается демонстрировать демократичность процесса при его естественном отсутствии. Дмитрий Мартышенко, Калужская область, специально для «Красной линии». Она отошла просто. Сейчас, сейчас. Я говорю, выйди отсюда. Вызывай. Бля, по-нормальному. Понимаете, бля. Вот лицо этого прекрасного человека.